здравствуйте дорогие друзья сегодня я решила поговорить на тему которая важна для всех кто занимается продажами в интернете в частности продажами картин или продает другие изделия ручного труда я сама художник я продаю картины я занимаюсь этим уже четыре года плотно и у меня в комментариях появился интересный вопрос какие платежные системы я использую с какими банками я работаю и какой у меня есть опыт там плохой хорошие чтобы я могла рекомендовать тем кто вот только собирается этим заниматься какие нужны электронные платежные системы ну я начну с сначала с главного да потом я по нюансу немножко пройдусь главное что то что я уже больше 400 картин продала в интернете и в основном у вас требованы либо платежи через карту сбербанка то есть перевод с карты сбербанка на карту сбербанка либо платежи если это с иностранными покупателями идет торговля то paypal необходимо иметь вот то есть у меня часто бывают русские покупатели которые живут других странах не в россии и при работе с ними в основном востребован paypal если у этих людей нет paypal то тогда это все сразу осложняет тогда либо они ищут какие-то варианты переводов с русской карты на русскую карту кого-то родственников просят кто у них в россии или друзей вот с ними как-то потом расходятся а вот так же хочу сказать что сбербанк чем еще удобен тем что ну во первых почти у всех есть карты сбербанка либо там не у мужа так у жены есть то есть семье у кого-нибудь обязательно есть одна карта сбербанка во вторых что на карту сбербанка удобно можно сделать переводы из филиала любого сбербанка можно через аппараты до платежные через терминалы вот и в общем-то люди в основном как-то те кто платит они хотят работать именно со сбербанком я знаю что не все кто продает хотят работать со сбербанком но могу вас уверить что вот за четыре года работы у меня никаких проблем не было при том что у меня достаточно много картин продавалось то есть это ни одна ни две картины в месяц поэтому можете без так сказать опасений какие бы то ни было заводить карту сбербанка если вы планируете продавать картины через интернет вот с другими банками в основном ну какое предложение со стороны покупателей нет сотрудничает а то есть чаще всего же инициатива исходят именно от покупателей надо чтобы им было удобно да вам переводить деньги поэтому в общем то вот так вот выяснилась вот так вот такая вещь даже карта сбербанка она оптимальна для работы в интернете для продаж в интернете вот по поводу paypal у меня спрашивали а какой заводить аккаунт в пейпл там можно завести как организацией можно как частное лицо вот надо как или по моему каверский как-то аккаунт да и и какой еще ну вот короче надо заводить как частное лицо аккаунт если вы собираетесь продавать картины вот по поводу paypal а еще много всяких страшилок меня это понимаю ходит в интернете ты сама их не читала но мне периодически задают вопросы мои зрители то есть страшилки какого рода что если человек вам переводит деньги до из-за границы то он может потом в одностороннем порядке просто эти деньги назад себе вернуть ну на самом деле по моему это что-то из области страшилок как раз потому что ну я много достаточно уже за границу сделала продаж вот и не только картин да еще мастер-классы я продавала тоже за русским которые живут за рубежом и в общем то ну таких ситуаций просто не было и но я думаю что это и все-таки из области каких-то уж совсем страшилок да поэтому она не стоит этого бояться водка что нужно предусматривать когда вы работаете меня с paypal paypal есть такой нюанс там достаточно условно скажем достаточно большая комиссия да причем комиссия она а зависит от суммы перевода но если сумма небольшая перевода то там есть какая-то минимальная комиссия и вот допустим если ты что-то за 1000 рублей продаешь ты должен понимать что там может получиться достаточно большой процент комиссии по отношению к этой сумме вот закладывать то есть надо предупреждать покупателя что если он переводит через paypal то пусть закладывает сразу процент сам оплачивает процент вот этот который берет себе paypal чтобы вы не остались в накладе потому что у меня поначалу были такие ситуации глупые да когда я продавала мастер-классы по одному у меня там мастер-класс стоил 300 рублей да то есть а через paypal это там стоило получается 5 долларов да условно вот а в итоге до меня вообще доходило там я не знаю 200 270 рублей то есть получалось что 10 процентов комиссия была с этой суммы ну то есть это конечно когда это 1 1 перевод это конечно несущественно когда допустим 5 переводов да вот какой смысл 150 рублей в общем-то мне из своего кармана выбрасывать на эти проценты если тем более мне там достаточно дешевые цены на мой товар вот поэтому вот это вот имейте в виду если сумма большая то тем более надо с этим быть говорится предусмотрительным надо обговаривать покупателям что за его счет вот эти проценты платятся пусть сразу их набрасывает сколько процентов берет paypal можешь подсказать сколько процентов но около пяти процентов но там по-моему чем больше суммы тем как то там процент по моему меньше вот потому что были достаточно большие суммы но там принципе был достаточно опытный покупатель он сам все просчитывал и ко мне приходила точно сумма точно точно такая которую я за запросила до за картинами вот по поводу сбербанка сбербанк тоже там какой-то процент берет ну там он очень мало берет что-то типа пол процента да или или даже меньше в общем со сбербанком там проще там как-то в общем-то всегда те кто делает переводы они сами какой-то процент них снимают с карты вот что касательно других платежных систем да вот электронных например там яндекс деньги в мани да вот например при продаже мастер-классов украину у нас с ними там у людей на самом деле наверное не у многих заведен paypal вообще в принципе не у людей бывает и не заведен paypal вот при продаже украину мы расходились через вебмани заведя на вебмани именно кошелек с валютой украины с гривнами гривневый кошелек вот вообще в принципе большинство проблем вот при продажах за границу возникает именно жителями бывших союзных республик потому что те кто покупает что-то скажем ну из стран там сша канада вот из таких стран там откуда из швейцарии откуда у меня покупали картины у них чаще всего у всех paypal есть то есть они за не они так им оплачивают там какие-то покупки в интернете в общем-то люди с опытом бывает такое что люди пишут из беларуси из украины из каких-то еще союзных республик и с ними вот сложнее потому что ну paypal бывает так что у них нету вот допустим из беларуси я однажды потеряла покупательницу я не знаю может быть она была просто не нас не особо как бы заинтересована но она когда узнала что надо что перевести из беларуси paypal у нее не было что вот этот перевод там на карту невозможен как она сказала сбербанка как-то так исчезла вот но после этого мне одна художница написала рассказала что у нее купили из беларуси картину и в минске есть филиал какого то ли филиал сбербанка что они прям могут перевести сделать перевод на сбербанк то ли филиал какого-то то какой-то банка дружественный сбербанк в общем короче прямой перевод возможен из минска именно на сбербанк что это женщине оплатили все получилось противоплатеж прошел вот так же если нету никаких возможностей там с пэплом да то есть у людей нет пэплом нет там в мане то мне оплачивали также еще через western union но western union берет огромный процент имеете ввиду там что-то не я не знаю что-то типа под семь процентов он берет вот чаще всего ну как бы мне кажется надо вести через western union то надо договариваться так что вы получаете деньги как бы говорите сколько там не хватает вот то есть человек в принципе заранее знать сколько вам денег прийдет через western union это очень сложно ну минимум процентов 5 закладывайте однозначно вот а то как бы и не 7 вот у меня просто тоже были такие ситуации так что western union это какая-то тема и не очень мне которая нравится тем более были у меня сложности с western union когда мы допустим речь шла о пейпеле да потом человек раз без договоренности сам уже пишет мне я перевела на western union а я была в тот момент в таиланде и получилось как то есть она переводит на western union доллары доллары да кладет в итоге я вывожу доллары мне выводят там в тайские баты переводят в общем когда я пересчитала вот если взять тайский бат сколько я на руки получила когда я пересчитала в рубли там получилось что-то типа 10 процентов я потеряла от общей суммы вот эти все переводы конечно с валюты одну в другую они очень сильно бьют по кошельку потому что естественно когда там paypal переводит когда там western union переводит они переводят по цене покупки до валюты они по цене продажи ты соответственно вы вот это на эту разницу вы как бы проигрывать и там одно дело если там продажи там на тысячу на две тысячи рублей да это одно когда продажи допустим на 15 тысяч рублей там уже вы хороший такой процент теряете именно на разница продажи покупки валюты какие еще нюансы могут быть да при именно при денежных взаимоотношениях какие еще ситуации ну про пересылку это я отдельно в общем то рассказывала уже еще наверное буду рассказывать потому что опыта у меня все время по поводу пересылки становится все больше и больше вот а по поводу платежей ну вот имейте ввиду все вот это то что я уже сказала вот если какие-то нюансы у вас были связаны и общего с расчетами международными или там расчетами внутри россии да по продаже картин там и ручных изделий ну то есть вообще в принципе любые все любые вещи нюансы по расчетам ваш опыт негативные позитивные какие-то находки можете написать в комментариях я думаю это будет полезно и я бывает что-то новое узнаю от своих зрителей и друг друга до зрители тоже могут делиться это очень полезно для всех вот однажды была ситуация когда мне в комментарии написали что если делать перевод через paypal и поставить галочку что это перевод между родственниками что якобы комиссия там какая-то не будет браться вот но знаете тема не то есть и мы ее проверили она не сработала то есть это как какой-то был и не за человек то ли не так не делал где-то просто услышал об этом и мне решил сразу посоветовать вообще странно так когда люди дают совет не имея собственного опыта то есть лучше давать советы в том в чем как бы тоже как бы проверил да на своем опыте вот а вот так вот услышал звон да не знаю где он это конечно оно какое-то прям смущение ума вызывает ничего хорошего после этого обычно не случается вот на этом я буду завершать сегодняшнее видео до свидания желаю вам успешных продаж благополучных расчетов с вашими покупателями всего доброго